Евангелие от Матфея, глава восьмая И говорит ему Иисус, смотри, никому не говори, но пойди покажи себя священнику, и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им. Когда же вошел Иисус Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. И Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает. Иисус говорит, услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в царстве небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час. Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который, говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник подошед, сказал ему, — Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. И говорит ему Иисус, — Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. Другой же из учеников его сказал ему, — Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, — Иди за мною, и предостав мертвым погребать своих мертвецов. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его, и вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедши к нему, разбудили его и сказали, — Господи, спаси нас, погибаем! И говорит им, — Что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, — Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему? И когда он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, — Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас? Вдали же от них послось большое стадо свиней. И бесы просили его, — Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И он сказал им, — Идите. И они, вышедши, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали, и, пришедши в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидевши его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Иисус, Сын Божий.